Наша столица, она как такая конфетка в оберточной бумаге, то есть такая вся красивая, блестящая. Но в своих работах мне хочется сказать, что город это не только такой, знаете, для работы, что это такой чиновенький город. У города есть тоже душа, есть какие-то такие интересные события в городе, и хотелось бы, чтобы люди таким вот чем-то новым, как будто что-то, знаете, нераспакованное такое, бывает же, на него смотришь, хочется уже, чтобы люди пользовались городом. И даже вот если взять вот это помещение, триумфальное арку, то многие, например, не знали, что здесь вообще это не просто памятник, а это галерея, например, даже вот мы сами не знали. Меня зовут Айсулуша Экенова, я художница, занимаюсь современным искусством в университете, академизм был в основном, то есть это такая стандартная программа обучения, которая идет во всех, скажем, художественных школах. К нам говорили, вот сейчас уже ничего нового не придумаешь, вот Пикассо придумал кубизм, там, скажем, что-то такое. И все, какой-то такой вопрос всегда с детства задавался у меня в голове, как это так может быть, что ничего дальше не придумаешь. Есть такая художница Сауле Сулейменова, которая делает картины из пакетов. И мне тогда очень стало интересно, я удивилась, неужели это вообще такое существует, я вообще даже не знала. Вместо холста у меня здесь ткань, которая как будто как подскатерть такая. Работа называется «Хумалак», это про гадание старое, известно. Мне бабушка гадает, и это будет такая инсталляция. Конечно, должно быть искусство и традиционное, и как во всем мире, то есть разные виды искусства, и каждый выражается по-своему. Художник, он в первую очередь говорит о том, что его волнует. Если, например, какая-то возникает идея, она может выражаться в разных формах. Какую-то идею можно выразить визуальным способом, что-то нарисовать. Какую-то идею можно сделать, например, видео-арт. И какие-то идеи можно передать посредством перформанса. Если картина будет стоять еще там века, то перформанс – это то, что, например, ну или хэппининг – это то, что здесь и сейчас происходит. У нас в городе существует такая проблема. Озеро Талдеколь хотят застроить, и нам стала эта интересная тематика. Я придумала проект «Кустарки льда», там делала инсталляцию. Но это не столько перформанс, только, наверное, такая акция. Это 15 птиц из льда, и они стояли на улице и таяли. Это символизировало то, что если птицы исчезнут, то исчезнет, и им негде будет больше гнездиться, и они исчезнут из этой области. Проводятся не только такие акции, которые художественные, но и различные там какие-то заборы воды делают, то есть что-то изучают, подключают жителей, к которым это тоже немаловажно. И вот когда я сделала эту акцию, первый раз я увидела такой тоже большой отклик был у людей. Была такая идея, чтобы еще люди приносили свои замороженные какие-то кусочки льда, чтобы показать, что для них это тоже важно, чтобы поддержать эту акцию, чтобы побольше было тоже этого льда. Трезво, если посмотреть на вещи. Акции – акции, а стройка идет, да? Или как? Я думаю, что, возможно, если больше привлекать к этой теме внимание и оглашать эту историю, чтобы люди знали, боролись за такое природное богатство, которое у нас есть, то оно сохранится, думаю. Потому что, например, есть даже истории такие, например, как жалявот хотели застроить и что-то там сделать. И благодаря вот такому резонансу, благодаря тому, что подключались экологи, художники, люди, кому это немаловажно, все-таки сохраняются такие места. Здесь у нас в Триумфальной арке проходит выставка под названием «Невидимый город». Выставка посвящается городу, и она о таких вещах, которые не каждый день человек может увидеть. Вот на этих работах я их сделала в технике digital art, то есть на планшете нарисовала и распечатала на холстах. Здесь у меня приближен такой фокус. В основном это растения, которые в виде таких орнаментов сделаны. Я хочу зрителя, внимание обратить на то, что у нас в городе есть такое озеро, на те растения, которые существуют, на то, что застройки, это все подвержено. И поэтому в основном здесь в таком близком ракурсе вот эти все растения представлены. Здесь на этой работе в близком ракурсе я сделала краны и замиксовала их в такой вот орнамент. В основном это те близлежащие такие вот краны, которые рядом с озером находятся. И я ходила, фотографировала их, потом после этого сделала такую вот работу. На этой работе здесь тоже я сделала растение, такая вот трава, которая на озере Далдаколь находится. Также я из нее создала такой паттерн, какой-то тоже орнамент. И при близком рассмотрении можно его рассмотреть. Этот узор, он повторяется. Самая такая большая реакция была, когда мы, наверное, делали выставку на Кубрина. Эта выставка была воспоминания о диалоге прошлого. И тогда на открытие пришло очень много людей. Вот первый раз так увидела, что люди, чтобы зайти, там была даже очередь из людей. Там вот люди по очереди заходили. Тогда еще не было карантина, поэтому можно было много людей звать. И обычно это на открытии, как правило, привыкаешь видеть одни и те же лица. Это сами художники, какой-то такой костяк из людей, которые интересуются искусством. И ты уже даже знаешь лица этих людей. Но вот с утра на открытии было очень много людей, потому что была такая большая пиар-компания. Вот во всяких разных пабликах писали о том, что будет такая выставка. Поэтому, естественно, у людей тоже пробудился интерес и много кто пришел. Я думаю, часто люди не приходят, потому что они, в принципе, и не знают, что какие-то выставки проходят. А если, конечно, там, например, они где-то увидят, что есть выставка, то, я думаю, какой-то интерес у людей есть все-таки. Потому что в городе, на самом деле, не так много каких-то таких интересных, я бы сказала, там, культурных мероприятий проводится. То есть, если, например, я так замечаю, например, в театр или куда-то билеты заранее раскупаются. То есть, вообще, я думаю, у людей есть интерес к культуре все-таки. Если именно современное искусство брать, то многие художники боятся, например, начинать. Я вот тоже со многими общалась и слышала такое, что ты уже в академизме чего-то достиг, например, и как бы уже есть какое-то такое признание, да. И трудно начинать что-то в новом каком-то пути. Но, я думаю, экспериментировать нужно. Есть очень много книг, например, про современное искусство, разных художников изучать. И, конечно же, это насмотренность в первую очередь. Нужно очень много смотреть, да, визуально, чтобы у тебя такая насмотренность была. Чистым искусством можно, наверное, заработать, но нужно понимать, что ты только, ну, не прикормишься только тем, что ты будешь только, например, художником, по крайней мере, ну, на данный момент, да. Все равно художники параллельно еще чем-то занимаются. Это какие-то заказы, там, преподавание или еще какая-то деятельность. Художники вообще не идут в искусство, например, ради денег. То есть это какой-то такой посыл, когда ты работаешь очень много над собой, над своими работами, все это изучаешь. И потом, ну, как бы, возможно, уже позже тебе придет какое-то признание, деньги. Мне стало снова интересно больше какие-то такие работы рисовать. Я очень много рисую на планшете, это диджитал арт. Я, например, много экспериментировала и искала, да, себя. То есть не могу сказать, что я на чем-то именно останавливаюсь. Например, именно только перформансы или только видеоарт, ну, или как-то вот разделять искусство. То есть мне нравится, ну, что-то делать. И вот именно в этот момент мне хочется именно так выражаться.